Рейнольдс В тех местах, где струйки сближаются, скорость течения по сравнению со скоростью набегающего потока увеличивается. Вы видите картину потенциального обтекания плоской пластинки перпендикулярной потоку. Здесь течение за пластинкой и перед ней симметрично. При симметричном обтекании точки торможения потенциального потока располагаются одна на носке тела, другая на его хвостике. При симметричном обтекании профиля крыла потенциальным потоком без циркуляции точки торможения располагаются одна на нижней части контура профиля вблизи носка, другая на верхней вблизи хвостика. Продолжение следует... Теперь будем плавно увеличивать угол атаки крыла. Обратите внимание на то, что при неустановившемся потенциальном обтекании профиля перестраивается течение. Происходит перетекание струек у хвостика с нижней поверхности крыла на верхнюю. Аналогичное перетекание происходит у носка. В результате сгущаются линии тока над носком. Устанавливаются новые положения точек торможения. Они сдвигаются. На нижней поверхности к хвостику, на верхней к носку. При помощи прибора, аналогичного предыдущему, мы наблюдаем простейшие потенциальные потоки. Сток. Плоский источник. Вихрь с прямолинейной осью. Если приболинейно поступательный поток наложить на источник, получается обтекание симметричного носка. Линия тока, проходящая через точку торможения, уходит в бесконечность, образуя так называемое полутело. Наблюдаем наложение источника и стока равных расходов. Все линии тока берут начало в центре источника и входят в центр стока. При наложении прямолинейно поступательного потока на источник исток равных расходов, получается поток. Обтекающий овальный цилиндр. Добавляя новые источники или стоки и меняя расположение их центров, можно изменять форму обтекаемого тела. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Например, при сближении центров источника и стока, получаются обтекаемые тела близкие к круговому цилиндру. Продолжение следует... Продолжение следует... Если центры источника и стока равных расходов сближать, а расходы увеличивать обратно пропорционально расстоянию между центрами, то в пределе получается новый поток, называемый диполем. Наложение прямолинейно-поступательного потока на диполь дает картину линий тока при потенциальном обтекании кругового цилиндра несжимаемой жидкостью. Близкая к этому картина получается в эксперименте. Наложение вихря на сток дает течение со спиралевидными линиями тока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...